Дмитрий Подлесной Убил и поехал кататься. Пассажир такси зарезал водителя, переложил тело на заднее сиденье и отправился на авто по своим делам. Пять тысяч нарушений. Одна из самых коррумпированных сфер в Югре – сфера ЖКХ. Не прощая зима, весне дорогу. Сургутяне праздничными гуляниями отметили Масленицу. Бюджет Сургута за 2014 год исполнен с небольшим дефицитом. Его доходная часть составила без малого 22 миллиарда рублей. Из них почти треть – это налог на доходы физических лиц. Расходы города составили 22 миллиарда 200 миллионов рублей. Недостачу, которая возникла, удалось восполнить за счет средств от продажи муниципального имущества и, в частности, акций Акабанка. Бюджет будущего года также дефицитный. Планируется, что разница между доходами и расходами составит почти 900 миллионов рублей. В Департаменте финансов не исключают корректировки главного финансового документа в течение года. Дефицит – это же не искусственно, который мы делаем. Вот мы нарисовали расходы, у нас доходов не хватило. Нет. Это он сформируется, исходя из тех источников, которые мы можем привлечь. Причем источники дефицита, они сложно организованы. Не как со знаком «плюс» – это поступление. Мы продали акции в этом году Акабанка. В Сургуте продолжаются традиционные встречи с депутатами. В очередной раз перед своими избирателями отчитался Игорь Бруслиновский. Основные вопросы волнующих горожан были связаны прежде всего с начислением взносов за ЖКУ и капремонт. Отдельно остановились на судьбе гаражного кооператива «Нефтяник-1». Сургутяне ратуют за передачу земли в собственность, администрация предлагает арендовать участки. Депутат пообещал вместе с жителями разобраться в ситуации. Интересовала электорат и точечная застройка, в частности, возведение гостиницы в 5-ом амикрорайоне, которое уже началось. Я думаю, что если вопрос каких-то активных действий в том районе начнется, мы с вами будем действовать ровно так, как мы действовали по показанию 12. Но я вам хочу сказать, если право собственности на сегодняшний день зарегистрировано за предполагаемым строителем этой гостиницы, на сегодняшний день говорить о том, что мы сейчас что-то в сию минуту сможем предпринять, это будет противозаконно. Выбор за молодыми в территориальной избирательной комиссии Сургута прошел день открытых дверей. Встречи с молодежью уже стали для избиркома традиционными. Школьникам и студентам рассказали об истории выборов, системе их проведения, продемонстрировали ролик об избирательных кампаниях в Сургуте. Кстати, молодежь познакомилась и с историей города. Обзорную экскурсию провели сотрудники Краеведческого музея. Главная наша цель, конечно же, чтобы в будущем они пришли обязательно на свои избирательные участки и отдавали голоса за того или иного кандидата при проведении, причем любых выборов. В реализации майских указов президента, а именно обеспечить всех детей от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях, Сургуту помогут билдинг сады. Этот проект, когда образовательная организация располагается на первом этаже жилого дома, нашему городу не знаком. Сегодня в администрации продумывают особенности функционирования таких учреждений. Вероятно, что такие мобильные садики отдадут под ребят от полутора лет до трех. Для удобства родителей, которые непосредственно живут в доме, в котором будут располагаться группы для малышей. Сейчас властям еще предстоит отработать схему передачи муниципальной собственности в частные руки или же остановиться на варианте филиала бюджетного учреждения. Сегодня в департаменте образования ждут выкупа трех помещений под билдинг сады. На улице Университетской, на Королинского на 40 мест и в 23-м А микрорайоне на 80 мест. Одно помещение для билдинг сада по улице Профсоюзов 38 уже выкуплено и передано в муниципальную собственность. Теперь мы на втором этапе. Мы сейчас в большей степени, конечно, департамент архитектуры, не мы, департамент образования, а наши партнеры, департамент архитектуры. Они занимаются поиском инвесторов для того, чтобы привести это помещение в надлежащий вид в соответствии с санитарными нормами. Дорогу Тюмень-Тобольск-Сургут продолжат восстанавливать в этом году. На большие траты готов пойти областной бюджет, выделив в 2015-м 1 миллиард рублей, поскольку заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о реконструкции трассы на условиях софинансирования. Вообще планируется, что дорога Тюмень-Сургут станет четырехполосной с разделительным бордюром. Основные проблемные участки трассы – это отрезок Уват-Салым, дорога в районе Тобольска и ряд мостов. Мы также надеемся, что ряд мостов, которые находятся в аварийной ситуации, в частности, и мост через реку Тобол, как вы знаете, там реверсное движение, здесь тоже будут проведены предпроектные и проектные работы, и в том числе и ремонт этого моста войдет в реконструкцию этой трассы. Жестокое убийство таксиста. В ночь с пятницы на субботу на частного извозчика с ножом напал пассажир. Произошло это в районе Сургутской ГРЭС. По предварительным данным, убив водителя, нападавший переложил тело на заднее сидение «Фиата» и уехал на этом же авто. Подозрительную машину, которая двигалась с нарушением правил дорожного движения, попытался остановить экипаж ДПС. На требования инспекторов водитель не реагировал. К погоне подключились дополнительные силы ГИБДД. В итоге на нефтьюганском шоссе автомобиль удалось заблокировать. Причину убийства предстоит выяснить следствию. При досмотре транспортного средства в салоне был обнаружен труп мужчины с 1990 года рождения с ножевыми ранениями. Установлено, что потерпевший занимался частым извозом на данном автомобиле. Подозреваемый задержан. Им оказался 25-летний мужчина, который дал признательные показания. Накануне в аварии на Мелик Карамова пострадали 5 человек. Около половины пятого вечера там столкнулись два «Мерседеса». 20-летний водитель немецкой иномарки, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП помощь медиков понадобилась четверым пассажирам и одному из водителей. Для того, чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось разрезать кузов авто. Добавлю, что в поисках правды стороны конфликта даже попытались устроить драку. Сфера коммунального хозяйства одна из самых коррумпированных в регионе. Югорчане стали чаще жаловаться в различные инстанции по поводу деятельности своих управляющих компаний. Население беспокоит факты фальсификации протоколов общего собрания, регистрация жильцов без ведома собственников, а также использование общедомового имущества не по назначению. В 2014 году в работе управляющих компаний Югры выявили порядка 5000 нарушений. По мнению представителей власти, предстоящее лицензирование сферы ЖКО снимет ряд проблем. Однако и в будущем лицензия не должна восприниматься как индульгенция. Ее наличие не освобождает от ответственности за нарушения в текущей деятельности. Важно уже сейчас сформировать порядок проведения и освещения, графики ежегодных отчетов управляющей компанией перед жителями. Сделать это в каждом муниципалитете и с расчетом на то, чтобы такие отчетные мероприятия проводились в удобное время для граждан, и для этого были предоставлены удобные места проведения этих мероприятий. В Сургуте в День защитника Отечества на Мемориале Славы прошел торжественный митинг. Мероприятие состоялось в рамках молодежного городского проекта «Пост номер один». Около 500 человек возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания павших воинов. В митинге приняли участие ветераны боевых действий, воспитанники военно-патриотических клубов города и Центра специальной подготовки «Сибирский легион». Стоит отметить, что подобная акция традиционна и проходит с 1998 года. В этот день мы чествуем всех ветеранов, всех мужчин, которые отслужили в армии, отдали свой воинский долг. Стараемся показать, насколько важно быть в наше время патриотом, быть настоящим защитником Отечества. С Днем защитника Отечества поздравили мужчин и сотрудники ДПС. Женский экипаж ГИБДД совместно с представителями журнала «Бонзай» вручили водителям подарки. Подробности далее. Павел Шакшуев, офицер, 23 февраля ехал к мемориалу славы возложить цветы к вечному огню. Поздравления от сотрудников ГИБДД, а точнее от сотрудниц, не ожидал. Огромного здоровья, чтобы вы берегли себя на дорогах, берегли свою семью. Ну и вы наш герой, мы смотрим, вы прям такой нарядный, красивый. Держите от нас подарок. Это журнала «Бонзай». Спасибо. Первый раз, и большое спасибо, это приятная неожиданность. Я его рада скажу до старших динам политики Течения. Позвольте поздравить вас с праздником, 23 февраля. Спасибо. Мужской журнал «Бонзай» от женского коллектива поздравляет вас с праздником, 23 февраля. Спасибо. Вы наше гордость, мы вас обожаем, берегите себя и свою семью. Спасибо большое, не ожидал. Спасибо. Спасибо огромное. Совместная акция ГИБДД и журнала для мужчин «Бонзай» за безопасность вместе прошла в Сургуте впервые. Сотрудники ДПС признались, останавливать водителя, чтобы поздравить, весьма необычно и непривычно. Обычно мы останавливаем водителя, непосредственно в большинстве это мужчины, за нарушение правил дорожного движения. Вот с такой позиции, остановить и поздравить, я думаю, водители будут более бдительными на дорогах и не будут нарушать правила дорожного движения. По словам организаторов, главная цель мероприятия – привлечь внимание мужчин к безопасному дорожному движению и поднять им настроение. У каждого водителя иногда бывает чаще всего плохое настроение, да, когда человек с плохим настроением, он начинает нервничать, да. Но это больше риск совершить какую-то данную ошибку, что в жизни, что на работе, что в дороге самое главное такое, да. Поэтому наша акция – это посильный вклад именно в то, чтобы 23 февраля поднять всем водителям настроение. Вот, чтобы более внимательно были на дорогах. Всего за праздничный день женский экипаж ГИБДД вместе с журналом «Бонзай» поздравили 40 водителей. Такая акция, говорят организаторы, обязательно станет доброй традицией. Антонина Новикова, Светлана Стебенькова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В минувшие выходные сургутяне вместе со всей страной отпраздновали Масленицу. Массовые гуляния прошли на площади возле театра Сургу. Горожане смогли покататься на оленьих упряжках, проверить свои силы на спортивной площадке и сделать сувенир своими руками. На праздники побывала и Светлана Стебенькова. Издревле на Руси Масленица отмечалась с особым размахом – с песнями, танцами, хороводами и конкурсами, ну и, конечно, блинами. Блины – основное угощение на Масленицу. Вот уже несколько веков это блюдо символизирует весеннее солнышко, которое так ждут после надоевшей зимы. И у каждой хозяйки есть свой рецепт. По какому рецепту? По бабушкиному. Это тайный рецепт, рассказывать не будем. Блинчики вкусные, острявые, а румяные – то с иконочкой, то с гречкой. С гречкой, то с грибами. Например, с гущенкой, ну, с кетчупом иногда люблю. Булины, любят бабушки, вот самый лучший рецепт. Масленичные гуляния на площади Сургу собрали, кажется, весь честной народ. Сургутяне веселились, пели песни и водили хороводы. Жизнь, жили, гуля, восторг, все мощь, все займем. Организаторы праздника постарались на славу. Каждый смог найти занятие по душе. Здесь проверяли силушку богатырскую. А здесь мастер отдел кузнечных предлагали гостям своими руками выковать сувенирную монету. Сколько весит? Как вы думаете? Потрогайте, потрогайте это. Как, Машка, вам? Пять килограммов. Вы знаете, это легковатое. Я, браво, потяглее. И давайте в этот праздник мы Машкой как долбанем. Так, народ, расходимся! Сейчас искры полетят. Опа! Что там получилось? Да, можно брелочки делать. Вот так вот. Я тоже решила попробовать самостоятельно монету выбить. Вот только с первого раза не получилось. Надо посидеть. Давайте, я еще раз попробую. Посмотрите. Оп! Вот это удар. Аж пень пошел, пошел. Что, путляр? Да, давайте. Мы сейчас путляр запакуем. Вот такая вот монетка у меня получилась. Вот так вот. Блин! Да и какой же праздник без национального колорита. Каждый госпраздника смог побывать в национальном чуме Ханты и Манси и сфотографироваться в зимней одежде коренных народов Севера. Прикоснуться к традициям Севера можно было не только в чуме. Сувенирные лавки пестрили различными оберегами и национальной символикой. Да и развлечением тоже под стать. Хаски считаются традиционным символом Севера. На празднике Масленицы каждый желающий смог сфотографироваться с собакой и даже прокатиться на собачьей упряжке. Ну, поехали! Весь день веселья, развлечений и отличного настроения. Даже неласковый ветер не смог испортить впечатление от праздника. Все гости ждали кульминации торжества. Счастья, радости друг другу пожелайте. Пусть весна будет теплой. Любви полной. И по традиции масленичные огуляния заканчиваются сжиганием чучела зимы. Секлана Степенькова, Вячеслав Шаргунов, Сургут Интерновости. Широко и торжественно встретили масленицу и в храме Георгия Победоносца. Там специально для воспитанников воскресной школы и детей с Центра поддержки материнства «Моя радость» организовали праздничную программу. Конкурсы, чаепитие с блинами, спортивные игры и эстафеты. А все желающие могли приобрести поделки творческой мастерской на специальной выставке-ярмарке. Подробнее Татьяна Расторгуева. Масленичные гуляния для детей в таком формате при храме Георгия Победоносца были организованы впервые. Дети помладше принимали участие в конкурсах, водили хороводы, ну и, конечно, пили чай с блинами. Цель, конечно, одна – объединиться, проводить, так сказать, зиму радостно, встретить весну тоже радостно. Ну и, конечно, это последнее такое увеселительное мероприятие перед Великим постом, потому что дети все-таки готовятся тоже и поститься, и как-то более так вот серьезно подойти к этому мероприятию. Занятие нашлось и для ребят постарше. Сотрудники воскресной школы организовали для них веселые старты. Семья Бикининых за последние несколько лет так торжественно Масленицу отмечает в первый раз. В храм Георгия Победоносца их привел случай, а именно третья беременность Марины. Пришли за советом, а, как оказалось, стали постоянными посетителями Центра поддержки материнства «Моя радость». Марина нашла себе занятие по душе. В творческой мастерской занялась вязанием. Большинство ее работ постоянно участвуют в выставках-ярмарках. Последние года два не отмечали, потому что тяжелая постановка была. Ну, пытались, в крайней мере. Ну, в этом году у нас первый раз такое, да, что мы как бы с церкви связались. Ну, вот здесь как-то есть возможность выйти куда-то. Если бы мы даже не ходили бы сюда, мы бы даже не знали, что вообще существует такое. Что можно прийти, посидеть, чай попить, детей прогулять. Для воспитанников воскресной школы этот день стал особенным. Обычно по выходным они учатся. На Масленицу организаторы решили отступить от традиций. Для них это, безусловно, какая-то радость, потому что у нас в обычные воскресные дни проходят все-таки уроки вероучительной. Ну, и хореография, рисование. А такой праздник, как сегодня, до них, наверное, тоже можно сказать впервые. Подобные праздники сотрудники воскресной школы планируют сделать постоянными. Следующее торжество не за горами. Оно ждет детей уже на Пасху. Татьяна Расторгуева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Лыжня России 2015 прошла в Сургуте. На самый массовый зимний старт страны собрались несколько тысяч горожан. На спортивном уикенде побывал и наш корреспондент. Вот уже 32 года лыжня России объединяет миллионы любителей спорта по всей стране. Больше двух с половиной тысяч сургутян отметили этот праздник с размахом по физкультурному. В спортивные костюмы переоделись и первые лица города. Дорогие друзья, нынешняя зима была не такая суровая, как в предыдущей. И подарила нам много прекрасных дней для занятий спортом на свежем воздухе. Я уверен, что все вы находитесь в прекрасной спортивной форте. И желаю вам хорошего старта и новых побед с нашими соперниками и наставим с тобой. Дорогие старты уикенде России стало уже добрым и традиционным праздником, ярким и структурным мероприятием в нашем городе. И сегодня более двух половин тысяч сургутян станут на лыжи и примут счастье в забегах. Я с ней решила поздравляю вас с таким замечательным праздником. После церемонии открытия участники торопились стартовать как можно скорее. Спортсменам благоволело все, даже погода в этот день в Сургуте наладилась. В программе значились разные забеги. Отдельно стартовали профессионалы, школьники, приглашенные вип-гости. Победить удалось, конечно, не всем, однако участники не расстроились, ведь главный итог выступлений – хорошее настроение. Уважаемые друзья в России – это повод пообщаться, встретиться с друзьями и провести время на свежем воздухе. Мне кажется, это все прекрасно. Приобщиться к празднику и со всеми вместе показать, что спорт у нас на первом месте. Лыжня России – это вот как раз то объединение, тот патриотизм, любовь к лыжным видам спорта. Это вот как раз сегодня Лыжня России. Спорт – Россия, ура! За спорт! Организаторы отметили и тот факт, что на старт вышло много детей. Это значит, что Лыжня России по-прежнему занимает лидирующие места в пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Дмитрий Круковец, Никита Васильев, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. На этом у нас все. Благодарю за внимание. Тюменский фонд сбережений Мечтаете о безмятежном отдыхе? Ваша ванная комната – место, где можно забыть о проблемах, наслаждаться тишиной, место, где нет мелочей. Свет, аксессуары – все важно. Галерея керамики. Искусство жить роскошно. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы. Программа «Вторая пенсия». Ставка до 32% годовых. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. Впервые в Сургуте. Крупнейшая коллекция планеты обезьян, лемуры, мартышки и глюнки. С 10 февраля по 1 марта в торговом центре «Богатырь». С 10 утра до 7 вечера. В магазинах «Лабаз» окорок свиной охлажденный – 237 рублей за килограмм. Экономия – 30%. Сеть магазинов «Лабаз». Мы работаем для вас. Приглашаем в новую вип-сауну «Урарту». К вашим услугам – три зала с финской и турецкой парилками, а также бассейнами, мини-бар, караоке, гидромассаж, вай-фай, уютные комнаты отдыха, бесплатные горячие напитки и банные принадлежности. Улица Нагорная, 1-1, телефон 25-16-16. И о погоде на 25 февраля. Здравствуйте, в студии Елена Ливанова. Меховое изделие от солей и коллизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Улица Гагарина, 8, улица Лермонтова, 11, дробь 5. В среду в большей части среднего приобия скажется азиатский антициклон. И в регионе постепенно распогодится, но подморозит. Ночью в Сургуте окрестностях облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Направление ветра с северо-западное – 3,8 м в секунду. Температура воздуха – минус 4, минус 9. Утром переменная облачность без осадков. На столбках термометров около 7 градусов мороза. Днем с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный – 3,8 м в секунду. Температура – 1,6 ниже нуля. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». Новая коллекция «Рикер Весна-Лето» по ценам 2014 года. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. столба. Волшебный дом-трансформер для Барби Морипоса и принцессы-феи. Преврати стильный чемоданчик в супер-замок. Создай свою сказку. Только в «Карапузе» по супер-цене. Карапуз. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Цены заморожены до конца февраля. Успейте заказать мебель по прежней цене. Грандиозная сезонная распродажа в салоне меха и кожи «Солени Коллизионе». Скидки до 70%. Сургут Ситимол. Второй этаж. Спешите на сезонную распродажу. Скидки до 70%. «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова